Петербургская качество И чем мы отличаемся, например, от Москвы, Новосибирска, других городов России? Проблема качества существует уже не одно тысячелетие. И на самом деле она актуальна сегодня и, наверное, будет актуальна в будущем, будет актуальна всегда. Существует много систем добровольной сертификации. Они есть на федеральном уровне, они есть региональные, они есть отраслевые практически по каждому направлению. Практически 15 лет назад появился в Петербурге такой прекрасный проект, как «Петербургская марка качества». Это система добровольной сертификации. Основной целью проекта было продвижение качественных конкурентоспособных товаров и услуг на потребительском рынке Санкт-Петербурга, а также информирование жителей о наличии таких товаров. Ну, давайте немножко я расскажу по поводу преимуществ и вот как вы задали вопрос, что такое петербургское качество. Да, важно понять, чем мы именно отличаемся, что значит быть качественным по-петербургски. По-петербургски. Хорошо. Прежде всего, сам механизм нашей системы, системы добровольной сертификации «Петербургская марка качества» уникален и интересен. В нем есть некая изюминка. Если в большинстве систем добровольной сертификации сертификат дается на три года, то у нас сертификат бессрочный, но при условии прохождения инспекционного контроля. То есть это неких постоянных проверок, которых для продуктов питания проходит два раза в год, для продуктов промышленной группы и услуг один раз в год. А компании знают, когда проходит проверка или это какой-то сюрприз для них? У нас есть общие плановые сроки, но в принципе компания об этом не знает. Именно вот этот механизм позволяет поддерживать то качество заданное, высокое, которое было заявлено при сертификации. Более того, хочется сказать, что компания является сами инициаторами получения знака «Петербургская марка качества». Почему? Потому что они уверены в качестве своего товара. И они уже готовы рассказать об этом качестве на уровне города. Мы часто слышим от компаний, которые с нами в нашей петербургской марке качества, слова благодарности. Потому что, несмотря на то, что инспекционный контроль и проверка – это действительно такая очень серьезная проверка, которой компания готовится. Тем не менее, это такой некий аудит, который помогает компаниям актуализировать свою нормативную базу, быть, так скажем, в тренде и справляться со всеми сложностями. Ну да, наверное, не каждый готов решиться на добровольный экзамен, причем постоянно. А какие возможности еще это для предпринимателей открывает? Ну, прежде всего, это реклама. Мы используем для популяризации нашей системы различные средства, каналы связи, в том числе это социальная реклама, то есть это размещение на городских билбордах, это аудиореклама в метро, я думаю, вы тоже, наверное, слышали. Это видеоролики на городских ТВ-экранах. Мы сотрудничаем с различными СМИ, с печатными СМИ, с телевидением, всегда говорим о участниках нашей системы, говорим о их качественных продукции, о их качественных услугах. Также мы участвуем в различных крупных городских мероприятиях и приглашаю всегда с удовольствием участников нашей системы также принять участие в этих мероприятиях. Недавно как раз прошло мероприятие «Урожай-2019», и производители пищевой продукции с удовольствием приняли участие в нем. Здорово. Давайте посмотрим, как выглядит система оценки. Здесь есть небольшой ролик. Там вот была корюшка, вы уже, в принципе, упомянули, агрохоудинги разные. Все правильно. Кто решает активно как-то проходить сертификацию? А для кого это пока какая-то неведомая сфера? Наша система была создана практически 15 лет назад. То есть мы отметим скоро, в 2020 году, наш юбилей небольшой. И, естественно, мы развивались в духе со временем. Изначально основной задачей было определить некий круг предприятий, которые выпускали продовольственные товары высокого качества и, безусловно, безопасные. Сейчас мы идем в ногу со временем и развиваем новые направления. Так, например, мы сертифицируем услуги пассажироперевозок, такси, услуги спортивных объектов, фитнес-центров, услуги торговли. Так как Петербург является культурной столицей, новое очень интересное, на мой взгляд, направление – это услуги в области культуры. Я сейчас не буду называть непосредственно, какие площадки мы сейчас сертифицируем, какие у нас находятся в работе. Но хочется отметить, что для Петербурга они являются ключевыми. И они действительно, их вклад в развитие и сохранение богатого культурного наследия нашего города велик. И также воспитание все больших поколений зрителей. А это только частные компании или государственные компании в том числе? Это в том числе государственные компании, достаточно известные. И обязательно, когда у нас пройдет сертификация, мы сделаем мероприятие на таком действительно высоком уровне для того, чтобы об этих компаниях узнали. Очень интересно. Вот, кстати, как раз об узнаваемости бренда. Насколько потребители обращают внимание на вот этот знак? При выборе продукции питания у потребителя, который видит, что знак нанесен, например, на упаковку, безусловно, не возникает сомнения, что данный продукт является качественным и безопасным. Точно так же это и касается и услуг. Потому что товары или услуги, которые получили знак петербургская марка качества, они проверены специалистами и соответствуют всем нормам технических регламентов. А также ГОСТов и иных нормативных документов. Узнаваемость достаточно широкая. Ну вот узнаваемость широкая. Но уже никогда были случаи, когда пытались как-то подделать марку или сделать похожий значок. Ну, похожие, наверное, значки и существуют. Тем не менее, наш бренд, он достаточно узнаваемый. И я думаю, что у потребителя не должно возникнуть с этим проблем. Давайте расскажем потребителям, как легко найти продукты, продукцию петербургской марки качества, на пауках-магазинах. Ну, что касается продукции питания, производители пищевой продукции наносят наш логотип на упаковку. То есть вы можете взять упаковку и увидеть этот логотип с обратной стороны. Представители компаний, производители промышленных товаров, в частности, вот у нас сертифицирована школьная форма, наносят наш логотип на ярлыки своих товаров. А представители сферы услуг, сферы торговли часто используют в информационных целях, часто во входных группах, например, в рекламных целях. Вот, например, компания «Такси», сертифицированная у нас, наносит логотип на окна своих автомобилей. То есть тоже каждый пользователь этой услуги может увидеть, что данная компания сертифицирована в системе «Петербургская марка качества». А качество — это всё-таки что? Это, прежде всего, безопасность либо натуральный состав, если мы говорим о продуктах питания, или что ещё? Дело всё в том, что понятие качества, оно очень сложное и очень многогранное, поэтому однозначно дать ему определение сложно. Ну, допустим, если мы говорим о пищевой продукции, как вы сказали по поводу состава, в рамках нашей сертификации мы отбираем пробы и отправляем их в нашу аккредитованную лабораторию, где уже как раз эксперт прописывает, на какие параметры необходимо сделать проверки, каким образом проверяется качество пищевой продукции. Если мы говорим о сфере услуг, здесь немножко другая, естественно, схема. Например, последняя организация, которую мы сертифицировали, она работает с консульскими учреждениями, с консульским корпусом и иностранными представительствами. Несмотря на то, что эта организация государственная, тем не менее они оказывают сервисные услуги на самом высоком уровне, постоянно обмениваются опытами с иностранными коллегами. И вот, мне кажется, именно такие организации формируют истинный петербургский стиль. И вот то самое название «Петербургское качество». Здорово. Значит, нам будет не стыдно перед нашими иностранными коллегами. Это так. У нас есть традиционная рубрика, завершающая наш интервью «Блиц-опрос». Короткие вопросы и короткие ответы. Предлагаю начать. Первый вопрос. Какие бы топ-3 отличия упаковки вы назвали, на которые стоит обратить внимание любому человеку при выборе товара? Ну, наверное, это и качество самой упаковки, что она должна быть целостной. Обязательно нужно читать состав и обязательно осмотреть сроки годности. Отлично. Как потребителям стать более грамотными? Где этому можно научиться? Мне кажется, на данный момент информации об этом достаточно много. Но в рамках нашей организации, Центра контроля качества, мы читаем такие лекции. Наши специалисты выезжают, и эти лекции абсолютно бесплатны. Более того, вы можете обратиться к нам на горячую линию, если у вас возникли какие-то проблемы с покупкой товара. Есть вопросы к его качеству. Здорово. Я думаю, что многим это поможет. Обязательно. Последний вопрос. Такой немножко шуточный. Многие говорят, что наш традиционный петербургский товар вдруг стал шаверма. Как вы считаете, какой продукт всё-таки нужно назвать или можно назвать истинно петербургским? Ну, давайте скажем, что это будет пышка, петербургская пышка. Это тоже один из символов нашего города. Мне кажется, может быть, ещё и корюшка, которая сегодня уже упоминалась. Тоже верно, абсолютно. Да, это тоже бренд Санкт-Петербурга. Здорово. Ну, мне кажется, что брендом Петербурга в Салом является действительно наше качество и наше доброе и доверительное отношение к людям. Спасибо вам большое за интересную беседу. Спасибо вам. Сегодня у нас в гостях была Екатерина Соловьёва, начальник отдела перспективных проектов Центра контроля качества. И мы поговорили о том, что значит качество по-петербуржски. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»